всем здравствуйте дорогие друзья что вы все собрались удивили мне время хочу вам представить такой ролик а лето цвета небо вам всем видно всем слышно поставьте пожалуйста единички если видно и слышно спасибо мне с тобою бывает и пусть для других секрет и волосы нет и взъерошишь рукой губами коснешься щеки и спросишь как раньше какого же цвета не и 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 Там расшитая, а лето цвета ивы, Зелёное, красивое, А лето цвета счастья, почти неуловимое. На первом свиданье, мы как-то сказали, Стеснялись друг к другу смотреть в глаза. А тёплые волны о чём-то шептались, И в небе смеялась луна. Пусть годы прошли, но мы давно вместе, И мне не забыть никогда. Спроси меня снова, какого же цвета лето? А лето цвета небо, огромное и синее, А лето цвета солнца, золотом расшитое. А лето цвета ивы, зелёное, красивое, А лето цвета счастья, почти неуловимое. А лето цвета небо, огромное и синее, А лето цвета небо, огромное и синее, А лето цвета солнца, золотом расшитое. А лето цвета небо, огромное и синее, А лето цвета счастья, почти неуловимое. А лето цвета небо, огромное и синее, А лето цвета небо, огромное и синее, А лето цвета сладкий. Продолжение следует... 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 Сухая кожа – это генетически заложенный признак. Она в первую очередь испытывает недостаток в питательных веществах и проблема кроется на уровне всех слоев эпидермиса, включая глубокие слои и дерму. Обезвоженность же является временным состоянием кожи любого типа – жирной, нормальной, сухой. Это проблема на уровне рогового слоя эпидермиса. Кожа испытывает только дефицит влаги. Сухую кожу нужно питать и увлажнять, а обезвоженную – только увлажнять и иногда подпитывать. Причинами обезвоженности кожи являются наследственность, дегетератация организма, то есть недостаточное потребление воды, возрастные изменения, некоторые хронические заболевания, окружающая среда, климат, микроклимат, вредные условия работы, неправильный уход за кожей. Однако мы знаем, что гены заряжают пистолет, а образ жизни правильно спускает курок. Поэтому мыло заменяем на мягкое очищающее средство согласно типу кожи и возрасту. Спиртовые тоники сушат кожу, нарушают гидролипидный баланс. Заменяем их на бесспиртовые, растительные, мягкие по действию. Жесткие скрабы трамвируют, нарушают целостность кожи. Альтернатива им – мягкие пилинги, скатки и гаммажи. Глиняные маски сушат и обезвоживают кожу. Обязательно после использования их нужно употреблять качественный питательный крем. Косметика с высоким содержанием кислот обезвоживает кожу. Меняем косметику. Бани, сауны, частое их посещение приводит к расширению пор и расширению кровеносных сосудов, потерю влаги. Умывание очень холодной, либо чересчур горячей водой. Также обезвоживают кожу. Умывайтесь, пожалуйста, водой прохладной комнатной температуры. Старайтесь пить по воду в полном объеме, который положен вашему организму. Увлажняйте лицо в жаркое время года спреями, термальной водой. Для демакияжа используйте молочко, либо мицеллярную воду. А для умывания гидрофильное масло, пенки и гели, не содержащие щелочь. После очищения наносите тоник, чтобы восстановить ПАЖ, баланс кожи. Профессиональный уход косметологов – это уходовые специальные программы, которые вам подберет ваш косметолог. Массажи, пилинги и мезотерапия. Я расскажу вам, поделюсь с вами некоторыми профессиональными секретами, которые поможут правильно выбрать косметику для ухода за кожей, лица и декольте. Дважды в день сразу после очищения применяйте увлажняющий концентрат сыворотку, а затем запечатывайте его кремом, соответствующим типу кожи и времени суток. Увлажняющие кремы выбирайте по типу кожи и наносите дважды в день, чтобы насытить кожу влагой и удержать ее в течение суток. В составе формул дневных и ночных увлажняющих средств ищите специальные ингредиенты, такие как притягивающие и удерживающие воду, гиалуроновая кислота, глицерин, растительные экстракты, запечатывающие влагу путем образования тонкой, воздухопроницаемой пленки, масла, сквалан, витамин Е. Знаете, что витамины в составе кремов оказывают тонизирующие действия, а СПФ защищает от вредного воздействия ультрафиолета. Почему же все-таки я буду рекомендовать вам линейку «Люминез» для постоянного домашнего ухода и как экстренную помощь? Да потому, что преимуществами линейки «Люминез» является содержание комплекса усовершенствованных пептидов А5-200, именуемых как растворимые факторы роста, которые направляют сигналы в наши клетки и те таким образом начинают синтезировать коллаген и эластин. Вы можете сделать скриншоты и сохранить эти полезные препараты себе на ноутбук, специальную папку, чтобы при желании посмотреть информацию, краткую информацию об этих средствах. То есть, смотрите, как это выглядит на практике. Умываемся при помощи очищающего средства «Люминез», слегка вспенив его кончиками пальцев на увлажненную кожу лица и декольте. Протираем лицо, промокаем лицо, оставляем его слегка влажным, наносим омолаживающую сыворотку «Люминез» и через время наносим ежедневный увлажняющий комплекс, если это утро, если это вечер, наносим ночной увлажняющий крем. Хочу подробнее остановиться на ингредиентах ночного крема, чтобы вы знали, как же он работает, когда вы спите. Он содержит полипептидный комплекс AR200, антиоксидантный комплекс, комплекс антигликирования и увлажняющий комплекс. Антиоксидантный комплекс представлен никотинамидом, который улучшает насыщение клеток кислородом, нейтрализует токсические вещества, содержит супероксид дисмутазы, сильнейший антиоксидант. Эргетианин и антиоксидант, извлекаемый из грибов. Экстракт арбуза обеспечивает поставку витамина С, аминокислот и ликопина, которые призваны увлажнять, питать, очищать и отшелушивать кожу. Сквалан – это обогащенное масло, подобное ретинолу, против свободных радикалов. В комплексе антигликирования заложен эксклюзивный продукт компании, необходимый клеткам в помощь от переизбытка сахара, что приводит к нейтрализации белков, коллагена и эластина, как следствие приводит к появлению морщин. Цветок асмантуса или аромат оливы, его еще называют, предотвращает гликирование. Корнозин – вещество, тормозящее связи, нейтрализующие белки. Увлажняющий комплекс представлен дрожжевыми экстрактами, которые смягчают кожу и улучшают ее тонус. Экстракт чечевицы увлажняет кожу, стягивает поры. Экстракт яблока увлажняет и восстанавливает кожу. Хочу заметить, что эта линейка «Люминез» одинаково полезна будет как мужчинам, так и женщинам. И вот шесть проблем, которые подстерегают нас после отпуска. После отпуска, кроме приятных воспоминаний и красивых фотографий, к сожалению, проявляются еще и мелкие морщины, сухость кожи и волос, ползающий загар. Общими рекомендациями от меня будет соблюдение питьевого режима, правильный рацион, прием биологически активных целевых добавок. Я сейчас вам представлю пошаговый протокол. Проблема и что с ней делать. Следите, пожалуйста, за картинками на экране. Например, проблема номер один. Кожа потеряла упругость. Что мы делаем? Соблюдаем питьевой режим. 30 мл на килограмм веса. Вводим в рацион больше овощей, фруктов и зелени. Питьевой коллаген «Нара». Это просто необходимость. В нем содержится 11 тысяч микрограмм гидролизованного коллагена. Витамин С, который способствует формированию нашего коллагена. Биотин, миоцин и цинк поддерживают здоровье кожи и волос. И как бонус цинк, способствующий укреплению ногтей. Используйте также крем для тела от «Люминез», увлажняющий, поддерживающий упругость кожи. Проблема номер два. Морщинки на лице. Пункт первый, второй и третий. Помните такие? То есть номер один. Мы обязательно пьем воду. Никогда не сходим с режима, положенному вашему организму. Номер два. Обязательно питаемся правильно и вводим в рацион больше фруктов, овощей и зелени. Я за то, что сколько приемов пищи в течение дня, столько раз вы принимаете. Кушайте и овощи, и фрукты, и зелень. Пусть это будет немного, пусть это будет кусочек, два. Помидорчик, огурчик, груша, персик, виноград. Но это будет обязательно входить в каждый прием пищи. Принимайте, пожалуйста, питьевой коллаген Нара. Можно сделать легкий пилинг, если вы заметили морщинки на лице. Курс массажа лица будет также оправдан, плюс уходовые процедуры. Маска для лица, биоцеллюлозная маска для лица от Luminense. Применяйте ее каждый день, каждый день в течение двух недель, пока кожа не восстановится. Затем переходите на режим один-два раза в неделю. И для особо отважных курс инъекций гиалуроновой кислоты для профилактики обезвоживания в дальнейшем. Сталкивались, наверное, и с такой неприятностью, как веснушки, пигментация на лице, зона декольте. Не прекращайте использовать крем с SPF фактором 30, а то и 50 уже даже после приезда с отпуска. Используйте пилинги, отбеливающие средства у специалиста. Лазерная шлифовка. Вводите в рацион полезную диетическую добавку Baolife. Неравномерно сходит загар. Вам это знакомо? Сауна и баня поможет вам привести в порядок кожу. Также скрабирование. Крем для тела на основе морских водорослей. Массаж с питательными маслами какао и кокоса. Крем питательный с эффектом загара немного гладит эстетические проблемы. Зуд кожи. Также очень важно соблюдать питьевой режим. Важно рацион иметь обогащенный овощами, фруктами и зеленью. Вводить биологически активные добавки. Средство выбрать для атыпичной сухой кожи. Либо крем с содержанием мочевины. Для устранения сухости и зуда. Также рекомендую вам принимать добавку Biolife. Сухие волосы. Сухие волосы требуют повышенного питьевого режима. В рацион вводить жирные сорта рыбы, печень трески, морепродукты, оливковое масло. Обязательно целевые БАДы с содержанием витаминов А и В, едидокалия, цинка. Помним о питьевом коллагене Наара. Используем его один раз в день. Одну столовую ложку на 200 мл воды. Маски для волос восстанавливающие подойдут. Содержание масел авокадо и жжаба. Экстракты бамбука и морских водорослей. Меда отлично подходит для восстановления волос. Система Ревью. Разработанная по уникальной формуле дерматологами. Подходит для любого типа волос. Обеспечивает увлажнение. Укрепляет волосы изнутри. И улучшает внешний вид волос. Делая их густыми и крепкими. Я постаралась вам дать информацию в концентрированном виде. Думаю, что она вам будет полезна. Будьте красивы и здоровы. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok